Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами на православном портале Экзегет продолжаем начатую в прошлый раз беседу о древнем городе Газа, городе, который сейчас под именем Сектора Газа привлекает к себе всеобщее внимание и поэтому вызывает закономерные вопросы, интерес к себе для того, чтобы вообще прояснить как-то саму историю этого места, понять, почему там завязались такие весьма важные исторические, геополитические узлы и происходят столь значимые события, ну дальнейшего развития которых мы, конечно, ожидаем, глядя на то, что там происходит сейчас и, конечно, сокрушаясь о тех, безусловно, и многочисленных человеческих потерях в этом городе, которые стараются представить как такое гнездо исключительно боевиков, террористов, источник постоянной угрозы, но, тем не менее, спешу напомнить, что в этом регионе обитает огромное количество населения, порядка миллиона, даже более человек и далеко не все из них являются не то, что сторонниками такого военизированного политического мусульманского объединения Хамас, но вообще-то являются весьма многие из них христианами, причем эти христианские традиции, они сохраняют там веками, на протяжении веков, и христианские, как и христианские святые места, которые на самом деле также находятся в Газе, вместе с такими весьма важными, священными для всех христиан воспоминаниями, которые окружают этот город и его ближайшие пределы. Итак, христианство появляется в Газе буквально в самые же первые, не то что века, а десятилетия существования христианской церкви. Из книги «Деяния святых апостолов» мы знаем, что в Газе находят свое пристанище один из семи диаконов Иерусалимской церкви, святой апостол Филипп, тот самый, который проповедует в Самарии, тот самый, который крестит евнуха царицы Эфилопской, называемой в тексте Кандакии, хотя это скорее титул, чем ее имя собственное. И здесь вместе со своими семью дочерьми, которые также, кстати говоря, почитаются в лике святых православной церкви, поскольку обладали пророческим даром и вообще проводили такую святую подвижническую христианскую жизнь, святой апостол Филипп и проводит значительную часть своей жизни. В то же время первым епископом города Газа является тот самый святой Филимон, которому пишет небезызвестное послание святой апостол Павел, то есть его ближайший такой друг, ученик Филимон, Апфия. Это люди, к которым апостол Павел обращается весьма подружески, как очень близким своим людям, ходатайствуя и прося у них за судьбу некого Анисима, бывшего раба, который сбежал от своего хозяина Филимона и в темнице познакомился со святым апостолом Павлом, принял от него христианство и впоследствии также явился и провозвестником апостольского благовестия, и епископом также был сподоблен от высокого сана. Но, несмотря на вот такое раннее христианское присутствие в Газе, весьма сильны здесь были и, конечно, древние традиции язычества, которые не исчезли, никуда не делись, несмотря на те драматические события, которые произошли уже в первом веке по Рождестве Христовом. Дело в том, что еврейское население здесь, восстав, возмутилось против населения греческого, так что многочисленные жившие здесь эллины были в значительной части истреблены еврейскими повстанцами во время первой еврейской революции, первой иудейской войны. Был сожжен и сам город, но, тем не менее, было впоследствии восстановлено пять, было восстановлено и древнее святилище некоего бога Марвана, которое, по всей вероятности, заменило здесь культ филистинского божества Дагона и, по всей вероятности, унаследовало и какие-то его такие исторические черты. По крайней мере, христианские авторы повествуют об этом Марване, в тех же сумрачных тонах, что и те свидетельства, которые сохранились до нашего времени, повествуют нам о древнем филистинлянском божестве Дагоне. Эта община города Газы была весьма сплоченной и противостояла попыткам христиан утвердить здесь свое присутствие. Разрушено было святилище Марвана только в IV, даже, скорее, уже в V веке трудами великого святителя, просветителя города Газы, святителя Порфирия, епископа Газского. Это великий, замечательный святой, и, надо сказать, его житие является практически документальным повествованием о жизни Газской церкви, вплоть до того, что число, весьма, надо сказать, немногочисленной христианской общины упоминается в этом житии буквально вплоть до каждого отдельно взятого человека. И вообще само повествование носит какой-то совершенно такой удивительный по своей реалистичности, по своей такой документальности характер, из которой, очевидно, и злоба, и вот это вот озлобление, и фанатизм языческой общины города Газы, и те страдания, лишения, которые вынуждены были терпеть и нести христиане вплоть до того времени, когда по ходатайству святителя Порфирия император Аркадий издает повеление разрушить святилище Марвана и окончательно утвердить в этом городе христианство так, что постепенно и вчерашние язычники приобщаются к церкви Христовой. Ну, надо сказать, правда, что святитель Порфирия являлся не первым известным нам святым подвижником и епископом Газы. Он, в общем-то, своими трудами скорее восстановил древнюю Газскую церковь, и еще до его пришествия в Газу здесь существовала христианская церковь. В частности, мы знаем о мученичестве страданий святого Сильвана, епископа Газского, и с ним сорока пресвитеров. По всей вероятности, именно это мученичество обескровило христианскую общину Газы в предыдущие времена тяжелейших гонений третьего, начало четвертого века. Правда, святитель Сильван пострадал не в Газе, а в Кесарии, в городе Кесарии Стратоновой или Кесарии Приморской, которая находилась в расстоянии от Газы примерно, ну, она уже находится за современным Тель-Авивом Кесария, и порядка, наверное, километров сорока отделяет от нынешней Газы, или даже, наверное, побольше, 60 где-то отделяет от Газы этот город. И вот в Кесарии, которая тогда была центром римской провинции Палестина со времен еще, так сказать, когда здесь утвердилось римское господство, и пострадали эти святые подвижники города Газы. Но на самом деле удар по язычеству местному был населен еще и нанесен еще и молитвами и подвигами первоначальников палестинского монашества. Дело в том, что Газы является одной из таких важнейших колыбелей христианского монашества не только палестинского, но и вообще имеющего значение для всего мира. Здесь, в окрестностях Газы, поселился, основал свою обитель преподобный Иларион Великий, ученик преподобного Антония Великого. Из Египта он принес свою египетскую монашескую школу в пределы Палестины. Благодаря этому в Палестине образовалось сразу две монашеские традиции. Одна шла от преподобного Харитона-исповедника, родоначальника, собственно, палестинского монашества и современника преподобного Антония Великого. А другая, именно традиция египетского монашества была принесена сюда Иларионом Великим и поэтому, может быть, тоже так в значительной степени получила известность и знаменитость. Надо сказать, что Газа всегда в эти времена являлась таким городом пограничным между Египтом и Палестиной. и поэтому, в общем-то, трудно сказать, к какому из государств в большей степени относилась. Во многом Газа лежала вот в такой орбите египетской традиции, хотя, в общем-то, конечно, это один из тех городов, которые мы сейчас из древности, в общем-то, справедливо причисляем к числу городов палестинских. Но преподобный Варион явился в то же время, будучи основателем этой обители, воспитателем и другого великого святого четвертого века, святителя Епифания Кипрского, который был иудеем, и местным жителем, происходившим из также селений Вивсандук, и еще в юности поступившим в число учеников, наследников духовных преподобного Вариона Великого. Но на этом слава монашства Газы не получила своего завершения, но, наоборот, послужила таким замечательным источником последующего развития. Именно в Газе находилась та самая обитель Ава-Серида, в которой подвязался знаменитый духовный писатель, аскет преподобный Ава-Дорофей. Любой, кто знакомился с аскетической монашеской литературой, никак не мог обойти имя этого величайшего подвижника. По учению Ава-Дорофея являлась, например, для русского монашества своего рода вообще азбукой монашеского делания. Это была книга, которую прочитывал любой новоначальный послушник, ну, наверное, первый по своему вступлению в монастырь. В традициях оптинского старчества даже одно время существовало такой обычай, что новоначальный инок, послушник, не получал пострижения в мантию до тех пор, пока 14 раз не прочтет книгу по учению преподобного Ава-Дорофея. Из этого можно судить о том, насколько востребованным было это чтение и насколько замечательным действительно по содержанию, по своему духовному наполнению эта книга является. В конце этой книги содержатся также некоторые вопросы, которые преподобный Ава-Дорофей адресовал другим великим наставникам, которые также подвязались в пределах Газы. Это преподобный Варсонофий Великий и преподобный Иоанн Пророк. Некоторые вопросы к ним адресованные нашли свое место в труде Ава-Дорофея, но вместе с тем существует и отдельная, весьма такая объемная, объемистая и драгоценнейшая просто по содержанию книга, ответов и вопросов, которые преподобный Иоанн Пророк адресовал преподобному Варсонофию Великому. И надо сказать, что если кто-то вознамерится в своем духовном труде приобрести такую добродетель как духовное рассуждение, то эта книга является просто незаменимой. Дух духовного рассуждения пронизывает в собой, проникает в собой буквально каждую строчку этой великой богодухновенной воистину книги. В ней можно найти ответы на вопросы, которые применимы не только к монашским практикам VI-VII веков, когда в основном эти книги составлялись и читались, но и к нашему с вами времени, поскольку они закладывают принципиальные основы рассуждения как такового. А надо сказать, что вообще рассуждение является величайшей добродетелью, которую святые отцы ставили выше, чем дар прозорливости или любые другие духовные дарования. Способность к рассуждению, способность трезво в Духе Святом разобрать, рассудить какую-либо возникшую ситуацию или недоумение, это действительно незаменимая и совершенно драгоценная черта христианского сознания, не только монашеского, но потребная, в общем-то, и каждому любому христианину. Не случайно преподобных в Арсенофии Великим и Иоанне Пророке говорилось в церковном предании, что это подвижники, которые, благо, если рождаются хотя бы раз в одном христианском поколении. Так что мы видим, какие величайшие сокровища христианской веры скрываются в Древней Газии и в ее пределах. Надо сказать, что и вот та портовая часть Газы, древний город Майюн, который впоследствии являлся, ну, таким, что ли, портовым районом разросшейся Газы, также не были обойдены присутствием в пределах этого города, порта христианских подвижников, христианского благочестия. Наиболее известен из тех, кто подвязался в Майюме, преподобный Косьма Майюнский. Мы до сих пор с вами пользуемся его богодухновенными трудами. Дело в том, что преподобный Косьма был сводным братом преподобного Иоанна Дамаскина и совершенно единым с ним вот в духе, получившем единое воспитание, единое направление. Это произошло уже, правда, в ту пору, в те времена, когда Палестина и Сирия были захвачены в VII веке завоевателями, вырвавшимися под знаменем новой веры пророка Магомета из пределов Равийского полуострова и в течение считанных буквально лет подчинивших себе ну, едва ли не половину тогдашнего цивилизованного мира. Газа, надо сказать, одной из первых, пала под их ударами, была завоевана, подчинена ими, но также был завоеванный город Дамаск, и в этом завоевании, надо сказать, значительную роль сыграл и вельможа Сергий Мансура, который для того, чтобы уберечь город от совершенно уже излишних и ненужных на тот момент убийств, поскольку город оказался совершенно беззащитен и византийский гарнизон, который в нем находился, никоим образом уже не мог его защитить. Сергий Мансур открывает городские ворота Дамаска, вступив в переговоры с мусульманами, город сдается на самых выгодных условиях, никто не пострадал, большинство храмов остаются за христианами, а сам Сергий Мансур становится своего рода визирем при дамасских халифах, а Дамаск на достаточно долгое время становится центром халифата, то есть вот такого государства мусульман, то есть занимает такой очень высокий пост того, что греки называли этнархом, то есть он представляет интересы перед дамасским халифом всего христианского населения халифата. Вот его родным сыном, как мы знаем, является преподобный Иоанн Дамаскин, а сводным братом Иоанна Дамаскина становится преподобный Косьма, который был еще мальчиком, юношей, выкуплен на невольничьем рынке Сергеем Мансуром, был воспитан вместе с Иоанном Дамаскиным, получил блестящее и христианское, и светское образование, и впоследствии украсил церковь, как Иоанн Дамаскин, своим поэтическим вдохновением. Мы знаем, что преподобный Иоанн Дамаскин является основателем в значительной степени вот той богослужебной системы так называемого «осмогласия», которую мы используем до сих пор. Эта система, напомню, которая подразумевает вот такой вот строй упорядоченный православного богослужения, строящийся на чередовании восьми гласов, восьми основных напевов, каждый из которых является, ну, таким ведущим, основным на протяжении каждой из седмиц. Начиная с всеночного бдения субботы, он в следующую субботу, к следующему всеночному бдению воскресного дня, передает своего рода эстафету следующему по порядку гласу. И так, начиная с первого по восьмой глас, вот эти напевы чередуются и образуют вот такую вот систему православного богослужения. Основным, так сказать, источником песнопения «Осмогласия» является «Октоих». «Октоих» — это так и переводится. «Осмогласник» — «Октас Ихас» — «восемь гласов». И значительная часть песнопения в этом «Октоихе», «Осмогласнике» принадлежит Перу Иоанна Дамаскина преподобного, но немалая часть этих песнопений, сопоставимая с песнопениями, с числом песнопений авторства Иоанна Дамаскина, принадлежит его сводному брату, преподобному Косьме Маеумскому, который сначала подвязался в иноческих подвигах в окрестностях Маеумы, в тех иноческих обители, которые во множестве там располагались, но и впоследствии сделался даже епископом этого города. Греки называют Косьму Пиитом, Пиитас, поэтом, Косьма-поэт. Вот он носит такое высокое христианское звание православного песнописца, звание, которое свидетельствует о той благодати Святого Духа, о том особом совершеннодаровании, который носил этот выдающийся подвижник православной церкви, жизнь которого самым тесным образом была связана как раз-таки с вот этим городом Газы. Ну, уже из всего этого мы можем с вами видеть, насколько сильны были христианские традиции в Газе, и как ошибочно и неправильно представлять себе эту область, исключительно как достояние мусульмана, а ее жителей представлять какими-то мусульманскими радикалами и террористами. Конечно, город Газа, благодаря своему географическому положению, города такого пограничного, приграничного, терпел из-за этого многочисленные неудобства. Так, в эпоху крестоносцев этот город оказался практически разоренным, поскольку именно Газа являлась вот таким центром, откуда совершали свои рейды на пределы Иерусалимского королевства мусульманские воинские отряды, приходившие из Египта. Поэтому Газа, она страдала одновременно и от нападений мусульман, которые, естественно, не щадили то христианское население, которое продолжало обитать в этом городе, не, конечно, и мусульманское население города постоянно страдало от ответных набегов, ответных воинственных экспедиций крестоносцев, которые охраняли таким образом границы своего королевства. Совсем недалеко от Газы, как мы знаем и сейчас, лежал и лежит город Ашкелон, который был завоеван крестоносцами, или Аскалон тоже, как его принято называть, завоеван крестоносцами еще в самом начале XII века, и вот он-то как раз-таки являлся обыкновенной целью таких мусульманских рейдеров из Египта. Чтобы защитить этот город, крестоносцы вынуждены были фактически разорить Газу, так что в середине XII века, когда император Балдуин III решил все-таки подчинить Газу окончательно своему королевству, своему влиянию, он, по свидетельству Вильгельма Тирского, епископа и летописца Иерусалимского королевства, нашел этот город в руинах и необитаемом. Но с второй половины XII века город этот достаточно быстро укрепляется, отстраивается, в нем возводятся новые храмы, в том числе, надо сказать, и православные храмы. Вообще говоря, город этот находится под покровительством рыцарей храмовников, тамплиеров, весьма известных, в том числе печально, из истории Иерусалимского королевства и последующих времен. Но выбор тамплиеров в данном случае не случайен, потому что именно храмовники несли зачастую вот такую пограничную службу, защищая пределы Иерусалимского королевства от каких-то нападений извне. И вот под покровительством тамплиеров восстанавливаются древние храмы города Газы, ну а так же возводятся и новые. В том числе строится храм в честь святителя Порфирия Газского для сирийско-греческого православного населения Газы, который собирается туда из окрестных мест. Эта древняя церковь традиционно находилась в христианском южном квартале Газы. И надо сказать, до сих пор южная часть этого города в значительной степени населена христианами. А храм в честь святителя Порфирия Газского с XII века, с тех пор еще, когда ему покровительствовал знаменитый византийский император Мануил Камнин, является приходом Иерусалимского православного патриархата. И священники патриархата в течение многих лет окормляли и продолжают окормлять этот храм и его паству. Но сейчас, к сожалению, возникает очень такая большая опасность того, что храм этот окажется разрушен, подобно тому, как сейчас разрушается и вся остальная газа вне зависимости, совершенно вне какого-то различия между военными и мирными населяющими людьми, между мусульманским, христианским населением. Все, к сожалению, под одну гребенку мусульманских террористов сейчас несут общие скорби, общее такое вот нападение от государства Израиль, который пользуется, вот так сказать, совершившейся против него жестокой атакой для того, чтобы подвергнуть разрушению целой, в общем-то, миллионной, населенной самыми разными людьми, анклав палестинского рабоязычного населения. Но, к сожалению, вот эта христианская эпоха, как мы знаем, была закончена для газа с окончанием здесь присутствия крестоносцев, хотя, надо сказать, что для газа оно наступает несколько позже. И еще практически весь XIII век здесь продолжается христианское присутствие, и присутствие крестоносцев время от времени периодически здесь еще продолжает сохраняться. тем не менее христианская община переживает в своей такой продолжительной истории времена и господства крестоносцев, и последующие за ним пришествия мамлюков. Мамлюки — это египетские правители, это такая совершенно особенная история, и вот, пожалуй, об этом средневековом периоде жизни газа мы поговорим уже в следующей нашей с вами беседе в этом цикле, посвященном вот этой привлекающей к себе внимание части Святой Земли, вот, понесшей и продолжающей нести многие испытания и многие разрушения. Надеемся, что нынешние события не станут для этого драгоценного, в том числе в христианском отношении города, окончанием и вот последними такими уже событиями. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok